Говорит Черкесск В эфире информационно-аналитическая программа радио Карачаева Черкесии «Ракурс» с Ритой Неровой. Я приветствую всех, кто начинает первое утро очередной рабочей недели вместе с нами. На календаре понедельник, 6 июня. Надеюсь, этот день станет для каждого поистине добрым и принесет успеха в любых начинаниях. Ну и, как обычно, в начале программы небольшой анонс главных тем сегодняшнего выпуска. В Карачаево-Черкесии, как и России, в целом проходят итоговые государственные экзамены, как субъект подготовился к их проведению. Республика на пороге важной государственной кампании, проведение всероссийской сельскохозяйственной переписи. И о некоторых нюансах, касающихся изменений в приказе Минтруда, предусматривающие установление инвалидности по критерию степень расстройства функции организма. Все эти темы мы раскроем подробно через считанные секунды. Субтитры создавал DimaTorzok Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Ракурс». В Карачаево-Черкесии, как и России, в целом основной период ЕГЭ стартовал с 27 мая и продлится до 30 июня текущего года. В этом году единый государственный экзамен сдают 1839 человек. Из них 1686 являются выпускниками текущего года. На территории Карачаево-Черкесии, как мы неоднократно сообщали, работают 18 пунктов проведения экзаменов. Высокий уровень подготовительных работ в нашей республике отметил в ходе своего недавнего визита и руководитель Рособранадзора России Сергей Кравцов. Свидетельством проделанной колоссальной работы по подготовке к проведению этих важных кампаний, то есть ЕГЭ и ЕГИА, являются уже состоявшиеся экзамены по ряду предметов, которые в целом прошли объективно и организованно, рассказывает Валерия Дагужиева. Напомню, Рашид Тимрезов и руководитель Рособранадзора Сергей Кравцов провели расширенное совещание по практическим вопросам подготовки и сдачи ЕГЭ на территории Карачаева-Черкесии. В ходе совещания были даны практические рекомендации организационного характера по проведению ЕГЭ в соответствии с принятым законодательством. Карачаево-Черкесия в текущем году получит из федерального бюджета дополнительную сумму в размере почти 4 миллиона рублей. На подготовку и организацию проведения единого государственного экзамена. Об этом также рассказал на совещании руководитель Федерального агентства по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов. В этом году дополнительно Рашид Бориспович выделил еще федеральные деньги на подготовку и обеспечение проведения единого государственного экзамена. Порядка 4 миллионов рублей. Это на оснащение пунктов, фурцов. Мы тоже из федерального бюджета будем по возможности максимально тоже оказывать необходимую поддержку. Также идет работа по программе «Русский язык», по проекту «Я сдам ЕГЭ», когда мы в начале учебного года посмотрели, оценили уровень школьников. В течение года по трем предметам – математике, русскому и обществознанию – школьники готовились для сдачи единого государственного экзамена. Значит, поручение действительно было дано и президентам Российской Федерации по итогам Госсовета главам держать ситуацию на контроле. Экзамен второй год подряд на территории Российской Федерации идет максимально объективно и честно, позволяет повышать качество образования. Очень важно то, что главы участвуют в этом процессе и понимают, насколько эта задача важна и актуальна. Проблем с сдачей экзамена нет, если школьник хорошо учится, учитель работает. Для того, чтобы получить аттестат, сегодня достаточно сдать математику на базовом уровне, а русский язык на 24 балла. Но очень сложно надо постараться, чтобы не получить эти акции. Сдав экзамен на этом уровне, можно с аттестатом идти в учреждение среднего профессионального образования. Мы видим, что с каждым годом количество ребят, которые получают среднее профессиональное образование, так необходимые для республики и для страны рабочие специальности, с каждым годом увеличивается и увеличивается конкурс в СПО. Я уверен, что мы сможем, достоин провести ЕГЭ, предоставить каждому ребенку, сдающему экзамен, возможность определить свое будущее. Планку, взятую в прошлом году, необходимо удержать и в этом. Сделать так, чтобы, с одной стороны, не травмировать детей, с другой, объективно оценить знания выпускников. Мы и дальше будем держать этот вопрос на самом серьезном контроле, сказал Рашид Семрезов. Считаю, что на сегодняшний день, в связи с вашей помощью, всеми работниками образовательной сферы Карачаева-Черкесии, главами местного самоуправления была проведена огромная работа, результатом которой стало то, что итоговые экзамены в республике проходят честно, объективно и открыто. Растет доверие выпускников и их родителей, педагогов экзаменационной кампании, а следовательно, меняется отношение к самому процессу учебы и к процедуре подготовки к ЕГЭ и ГИА. Главная задача сегодняшнего совещания – еще раз проанализировать мероприятия по подготовке и проведению ЕГЭ в 2016 году и сделать все необходимое, чтобы все участники единого государственного экзамена имели равные условия для комфортного прохождения экзаменационных испытаний в рамках законодательства Российской Федерации. В этом году Карачаева-Черкеская республика в едином государственном экзамене будет принимать участие свыше 1800 выпускников. Цель совершенствования мероприятий по подготовке выпускников сдачи ЕГЭ в 2016 году наша республика участвовала в диагностических работах проекта «Я сдам ЕГЭ» по четырем общеобразовательным предметам. в апробации технологий. Все пункты проведения экзаменов оборудованы металлодетекторами и рамками для пресечения любых попыток использования мобильных технических устройств во время экзамена. В 2016 году мы продолжим тесное взаимодействие с органами внутренних дел, которые будут обеспечивать охрану правопорядка на пунктах проведения экзамена. В этом году в Карачаево-Черкесии достигнуто 100% онлайн-видеонаблюдение аудитории пунктов проведения единого государственного экзамена. Комплекс задач, связанных с ЕГЭ, с повестки дня не снимается. Планку, взятую в прошлом году, необходимо удержать и в этом. Сделать так, чтобы, с одной стороны, не травмировать детей, с другой, объективно оценить знания выпускников. Уверен, что государственная итоговая аттестация в 2016 году также будет проведена максимально прозрачно, на хорошем организационном и технологическом уровне. А наши выпускники смогут получить объективную оценку своих знаний и поступить в выбранные учебные заведения. Уважаемые коллеги, хотел бы обратить внимание на то, что это персональная ответственность субъекта Российской Федерации. Лично моя. Каждого из вас на местах. Поэтому ту планку, которую мы с вами подняли, мы ее должны держать на этом уровне. Как отметил в ходе совещания замруководителя Рособранадзора Анзор Музаев, Карачаево-Черкесия вошла в число 45 регионов России, где все экзаменационные аудитории оснащены видеонаблюдением в режиме онлайн. По его словам, онлайн-наблюдение обеспечено на 84% аудитории по всей стране. Данный показатель планируется довести до 100% в течение двух лет. В стране сейчас 84% в онлайн-аудитории в целом. Оставшиеся аудитории, это вот те пункты, о которых я говорил, у вас тоже были пункты, где было связано не с тем, что у вас нет желания, а с тем, что туда проводились коммуникации соответствующие. Вот. Но эта работа будет продолжаться, и 100% онлайн будет, наверное, в течение года-двух во всех аудиториях. Но мы не останавливаемся на этом. Результаты экзаменов вот в этих пунктах, мы прекрасно понимаем, что в передвижных школах высокого результата не может быть, ну, может быть, гениальный ребенок какой-то, да? Это мы тоже не исключаем, мы только рады. Но мы перепроверяем все записи из этих пунктов. Мы смотрим результаты, поднимаем образы работ, как они были заполнены, один ли там почерк и так далее. И если есть какие-то высокобалники, то мы обязательно принимаем все необходимые меры. Поэтому сомнение в том, что вот только здесь такие условия, я знаю, вы тоже в период ЕГЭ напряжение испытываете, сомнений быть не должно. Условия везде одинаковые. Основное и самое больное место у нас – это отсутствие мотивации у руководителей ППЭ, членов, вообще организаторов, которые находятся в аудитории. Конечно, можно возмутиться, здесь руководители ППЭ тоже присутствуют. В прошлом они возглавляли, и сейчас. Ну что нам говорит статистика? По итогам досрочного этапа выявлено 460 нарушений. Там часть со стороны организаторов, часть участниками, выпускниками. По итогам 260, там свыше 260 удалены за мобильные телефоны и шпаргалки. В каждом пункте у нас присутствовали федеральные общественные наблюдатели, инспектор и были онлайн-наблюдатели. Так вот, из этого, из 260 региональные организаторов аудитории, руководители ППЭ, член ГЭК, региональные общественные наблюдатели, они выявили всего лишь 18 человек, всех остальных выявили федеральные онлайн-наблюдатели, федеральные общественные. То есть, если мы сейчас откажемся от этого института, мы можем отказаться от камеры и так далее. Мы с вами прекрасно понимаем, что досрочный этап, если бы у нас не было нашего присутствия федерального, около 240 молодых людей воспользовались телефонами и шпаргалками, и никто бы и не повешал, и не собирался. Помимо этого, в текущем году в Карачао-Черкесии будет вестись опробация новых технологий во время проведения ЕГЭ. В частности, впервые контрольно-измерительные материалы КИМ будут распечатываться и сканироваться в пунктах проведения экзаменов. Полный переход на новый формат работы с КИМами планируется осуществить до 2020 года. Контрольно-измерительные материалы печатаются перед учениками. Контрольно-измерительные материалы регион получает только за час по сети интернет до экзамена. Не регион, а пункт получает уже. Все, вся эта цепочка из обслуживающего персонала исчезает. Вскрыть контрольно-измерительный материал невозможно, нечего вскрывать. Перед ребятами печатаются работы. После того, как они сдали работу, она тут же в аудитории сканируется, будет заноситься в будущем в общую базу, облако так называемое, и работы будут проверяться экспертами всей страны случайным образом. Но один будет фильтр поставлен. Ни одна работа выпускников Карачаева-Черкесии не будет проверена ни одним экспертом предметной комиссии из Карачаева-Черкесии. И у всех остальных такая же ситуация. То есть из общего облака по количеству выпускников, по квартам, будут спускаться сканы, их проверят. И это давление мы тоже снимем, и эти фальсификации тоже исчезнут. Но самое главное, мы не можем заменить работу организатора и руководителя ППЭ. Таких роботов еще не придумали, такой техники нет. И вот это самое слабое место, где мы не можем сказать, что экзамен у нас приобрел идеальную модель. Вот на сегодняшний день мы не сможем. Благодаря усилиям главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова в этом году было достигнуто 100% онлайн-наблюдения во всех аудиториях. Все 18 пунктов, а это 234 аудитории республики, уже снабжены системой наблюдения. Все учащиеся 11 классов поставлены в абсолютно равные условия. Все это выполнено из средств республиканского бюджета, подчеркнула министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко. Все аудитории, задействованные в ходе единого государственного экзайна в 2016 году, обеспечены 100% онлайн-наблюдением. Весь период проведения государственной итоговой аттестации будет функционировать ситуационный центр на базе Карачаева-Черкесского республиканского института повышения квалификации работников образования. Таким образом, проведена плановая подготовительная работа по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2016 году в Карачаевой-Черкесской республике, результат которой по многому будет зависеть от добросовестного выполнения своих обязанностей должностными лицами всех уровней. С целью совершенствования мероприятий по подготовке выпускников к сдаче ЕГЭ в 2016 году Карачаева-Черкесия участвовала в диагностических работах проекта «Яздам ЕГЭ» по четырем общеобразовательным предметам. В апробации технологии печати, контроле измерительных материалов в пунктах проведения экзаменов и технологии сканирования бланков, ответов и пунктах. На сегодняшний день ребята уже сдали три обязательных ЕГЭ. Все пункты проведения экзаменов оборудованы металлодетекторами и рамками для пресечения любых попыток использования мобильных технических устройств во время экзаменов. Продолжаем эфир Республиканского радио. Село в порядке, страна в достатке. Под таким девизом в этом году в стране пройдет всероссийская сельскохозяйственная перепись. Этот девиз передает основную идею. Экономическая стабильность государства напрямую зависит от уровня развития сельского хозяйства. Планируется, что результаты переписи помогут скорректировать необходимые меры по государственному стимулированию агропромышленного комплекса России, повысив эффективность совместной работы властей и производителей сельскохозяйственной продукции по реализации стратегии продовольственной безопасности страны. Ее итоги должны отражать состояние сельского хозяйства в стране на июль 2016 года. Последняя перепись проводилась в 2006 году. Ее итоги стали основой для разработки госпрограммы развития аграрного сектора на 2008-2012 годы. Однако эти данные уже потеряли свою актуальность. Поэтому предстоящее масштабное мероприятие имеет важнейшее экономическое и социальное значение. Перепись коснется огромного количества людей, живущих в сельской местности, трудящихся в аграрном секторе, имеющих подсобное хозяйство, фермеров, участников садоводческих, дачных сообществ и т.д. Основная задача будущего статистического обследования – сбор объективной и полной информации о сельскохозяйственной отрасли и получение данных для анализа продовольственной безопасности страны. Чуть меньше месяца остается до начала этой кампании, поэтому в эти дни, впрочем, как и последние несколько месяцев, хлопот хватает у сотрудников Карачаево-Черкесского управления статистики. Предлагаем вашему вниманию разговор с заместителем руководителя этого ведомства Валентиной Крыловой, который состоялся на минувшей неделе и ключевой темой которого стала подготовительная работа к предстоящей сельскохозяйственной переписи. Валентина Федоровна, доброе утро. Доброе утро. Я благодарю, что вы нашли время ответить на наши вопросы. Давайте напомним нашим радиослушателям, в какие сроки пройдет в этом году сельскохозяйственная перепись и какие основные цели преследует эта важная государственная кампания. Всероссийская сельскохозяйственная перепись пройдет в этом году по всей стране и у нас, естественно, в Карачаево-Черкесской республике в период с 1 июля по 15 августа этого года. Как вы правильно сказали, это очень большое, значимое в экономической жизни страны мероприятие и мы надеемся, что оно у нас пройдет достаточно успешно. Какие силы и средства будут задействованы в ее проведении и какая работа уже проделана непосредственно на местах? Достаточно значительные силы и средства, конечно, задействованы. В первую очередь, если говорить о трудовых ресурсах, это непосредственно участие, конечно, примут специалисты органов статистики, которые курируют и занимаются вопросами статистики сельского хозяйства. Ну и, как обычно бывает в таких случаях, когда проводятся столь масштабные мероприятия, мы привлекаем дополнительный персонал. Они называются у нас временные сотрудники по сбору и обработке статистической информации, полученной в ходе переписи. Часть этого контингента у нас работает уже начиная с 2015 года, с начала 2015 года. То есть люди, имеющие уже определенный опыт, да? Да. Ну, кто-то из них уже имеет опыт, проводил раньше переписи, участвовал. Кто-то новые сотрудники, но дело в том, что так, по порядку проведения переписи у нас идет подготовительный период. То есть где-то полтора года, около двух лет, да, мы готовимся к переписи. Достаточно эта трудоемкая работа и большой объем работы выполняется в этот период. И поэтому часть этого контингента вот принимается уже начиная где-то за полтора года до начала переписи. Непосредственно перед переписью набирается основная часть вот этого контингента привлекаемого. Это переписчики и инструкторы. Если говорить о количестве, то всего в течение 2016 года мы привлечем 275 человек персонала. Значит, основная часть, конечно, из них это будут переписчики. Их 186 человек будет и 31 инструктор. У нас 31 инструкторский участок и, соответственно, 31 человек инструкторов мы привлечем. Скажите, кто в районах республики несет персональную ответственность за качество подготовительных работ в части организации предстоящей переписи? Ну, непосредственно в районах, если говорить, ответственность несут, конечно, руководители наших структурных подразделений. У нас в каждом районе есть наши структурные, они не имеют статуса отдела, но они наши структурные подразделения. И там есть, конечно, руководящие работники, которые отвечают за порядок, организацию, переписи на территории соответствующего муниципального образования. Это определено в нашем приказе, который мы издали перед началом проведения подготовительных работ. И они закреплены как ответственные за те работы, те мероприятия, которые будут как в период подготовительных работ осуществляться, так и в период проведения сельскохозяйственной переписи. А какие функции возлагаются на глав муниципальных районов, городов и районов? В соответствии с законом о всероссийской сельскохозяйственной переписи, есть часть полномочий Российской Федерации, которая передается на уровень субъектов Российской Федерации. Какие это полномочия? Это, значит, прежде всего органы местные должны обеспечить нас помещениями инструкторских участков, которые оборудованы для работы лиц, осуществляющих сбор сведений. Значит, следующая полномочия это по обеспечению транспортными средствами, средствами связи. И местные органы власти должны обеспечить охрану тех помещений, в которых будут работать наши переписчики, инструкторы и будет сосредоточена переписная документация. Вот эти полномочия, переданные Российской Федерацией на уровень субъекта, а в свою очередь исполнительная власть Карачао-Черкесской Республики передает эти полномочия в ведение глав муниципальных образований. Поэтому вот за все эти мероприятия у нас отвечают главы муниципальных образований. Но нужно сказать, что у нас созданы комиссии, комиссия Карачао-Черкесской Республики по подготовке и проведению переписи, и аналогичные комиссии созданы во всех муниципальных районах. Поэтому вот как раз таки уже непосредственное практическое осуществление всех этих мероприятий осуществляют комиссии муниципальных образований, в которые входят, как правило, заместитель главы, все заинтересованные ведомства, службы района и представители, конечно, наших органов статистики. Валентина Федоровна, достоверность полученной информации в период переписи, конечно же, вопрос непростой. И тем не менее, каждый раз он осмысливается по-новому, учитывая, что участие в переписи – дело, насколько я знаю, добровольное. Не так ли? Не совсем так. Дело в том, что в соответствии с законом о Всероссийской сельскохозяйственной переписи, участие в переписи юридических лиц является обязательным. И более того, кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность юридических лиц за непредставление в органы статистики информации. Поэтому здесь в отношении юридических лиц, как говорится, они обязаны отчитаться. Что касается физических лиц, то в законе написано, что это общественная обязанность их. Ну то есть люди должны понимать, что дело общегосударственное, оно важное, и проявить определенную сознательность. И в принципе, одним из направлений наших информационно-разъяснительной работы, которую мы проводим в рамках подготовительных работ, является разъяснение целей, задач переписи и разъяснение нашим уважаемым гражданам, населению, о том, что нужно все-таки с пониманием отнестись к данной работе. Обозначьте, пожалуйста, место и роль в предстоящей переписи регионального министерства сельского хозяйства. Ну вот, министерство сельского хозяйства, конечно, безусловно, важную роль играет в подготовке и проведении переписи. В соответствии с постановлением правительства, которое тоже у нас было принято в начале подготовительных работ, министерство сельского хозяйства Карачаева-Черкесской республики определено как уполномоченный орган по подготовке и проведению всероссийской сельхозпереписи на территории Карачаева-Черкесской республики. То есть, как бы, вот вся полнота власти, касающаяся вопросов, решения вопросов переписи, координации действий различных ведомств, различных территорий, она как раз возложена на министерство сельского хозяйства. Оно контролирует выполнение полномочий, о которых мы выше говорили. Оно помогает, консультирует органы исполнительных власти по вопросам ВСХП. Оно распределяет и устанавливает порядок выплаты субвенций, то есть готовит проекты нормативных документов, которые определяют порядок и условия выплаты субвенций из федерального бюджета, которые выделяются для погашения расходов, которые органы местного самоуправления будут нести в связи с проведением. Поэтому достаточно существенная роль у нас в Министерстве сельского хозяйства. Понятно. Чуть забегая вперед, вот такой вот вопрос. В какие сроки будет обработана полученная в ходе переписи информация и будет ли она в определенной степени влиять на изменение выработки новой стратегии развития сельского хозяйства, скажем, на ближайшие годы? Ну, обработка материала в переписи будет начата уже непосредственно по окончании переписи. Согласно календарному плану, уже в сентябре этого года мы начнем обрабатывать поступающие первичные данные, которые мы получим по итогам переписи. Естественно, объем информации большой, процесс достаточно длительный. Обработка будет осуществляться до конца 2016 года и весь 2017 год и даже до 2018 года. Да, длительный процесс, но предварительные итоги переписи будут уже доступны, опубликованы в четвертом квартале 2017 года. Уже в следующем году? В следующем году, да. Окончательные итоги, то есть уже по полной программе, по полному перечню показателей, будут доступны пользователям в четвертом квартале 2018 года. Валентина Федоровна, важным звеном в подготовке этой серьезной кампании является подбор и обучение переписчиков. Чуть выше мы об этом говорили. И здесь уже по имеющемуся опыту проведения, впрочем, не только сельхозпереписи, чаще всего и возникают проблемы. Как они будут решаться в этом году? Ну, в принципе, они уже решены, потому что у нас очень мало времени осталось до начала переписи. В принципе, месяц у нас до начала переписи. В соответствии, опять же, со сроками привлечения переписного персонала, инструкторов и переписчиков, они должны у нас начать работу уже в июне месяце. Инструкторы с 9 июня, переписчики с 19 июня. То есть до начала обхода подборного они должны пройти обучение, они должны изучить методологию и так далее. Предварительный обход осуществить, ознакомиться со своим составом переписного участка и так далее. Поэтому вот уже с июня месяца этот привлеченный персонал должен работать. И мы, естественно, уже подобрали его практически в полном объеме. Сейчас у нас осталось резерва немножечко там подобрать. А так уже, в принципе, у нас весь контингент, о котором я сказала, 186 переписчиков и 31 инструктор, у нас уже подобраны силами наших районных и городских подразделений. Поэтому вот мы сейчас в ближайшее время будем обучать этот персонал для того, чтобы они уже были компетентны в вопросах проведения переписи. Вопрос, который волнует многих. Не могу не коснуться весьма серьезной проблемы, связанной с безопасностью проведения переписи. Не только с точки зрения охраны собранных материалов, но и непосредственно механизма получения информации. Как отличить в таком случае переписчика с аферистом, пытающимся получить сведения, которыми он потом воспользуется в своих интересах? Немаловажный вопрос, я думаю. Да, безусловно, конечно. Но здесь, я думаю, тоже продумано. В общем-то, это не первая перепись, и эти все вопросы продуманы организаторами. Как можно узнать переписчика? Ну, во-первых, переписчика можно узнать визуально по его экипировке. Значит, мы получили специальные жилеты такие, светоотражающие. Они синенького, там и зелененького цвета. Солнцезащитный козырек. То есть, будет одет, соответственно, переписчик в ту атрибутику, которая будет иметь символику переписи. Более того, каждый, абсолютно каждый переписчик будет иметь удостоверение. Но поскольку там удостоверение не содержит фотографии, переписчик при обращении в гражданину должен показать обязательно паспорт. Вот это как бы граждане должны понимать и знать, что переписчик при посещении домохозяйства показывает удостоверение и паспорт. И представляется, кто он и с какой целью он пришел. Поэтому здесь мы все-таки надеемся, что люди достаточно узнаваемые наши переписчики, поэтому как бы уже население может их узнавать. Что касается других вопросов, допустим, обеспечения правопорядка, охраны, допустим. У нас ведь и переписчика тоже нужно охранять. Разные есть ситуации, да. Поэтому здесь у нас, конечно, опять же нормативными документами даны указания органам внутренних дел, которые тоже должны нам содействовать в проведении переписи, обеспечивать безопасность как переписчиков, так и безопасность граждан, поддерживать правопорядок, соответственно, в период переписи. В необходимых случаях осуществлять охрану зданий административных, где будут размещены инструкторские участки. Поэтому мы так считаем, что все-таки все должно быть с этой точки зрения благополучно. Валентина Федоровна, все-таки у Карачаево-Черкесского управления статистики есть уже опыт, как бы на моей памяти две компании проведены. Были случаи, когда к людям приходили лжепереписчики? Ну, вы знаете, мне трудно ответить на этот вопрос. Вот у нас не две, уже третья переписи. Две переписи населения были и переписи сельскохозяйственные. Я, к сожалению, не курирую вопросы демографической статистики, поэтому переписи населения не проводила, и сельскохозяйственную 2006 года тоже мне не пришлось. Поэтому у меня такой нет информации, были ли такие случаи. Но я думаю, что если бы такие случаи были, мы бы все о них знали. Резонанс бы, конечно, это получила. Поэтому пока все было нормально, благополучно. Но что бы еще хотелось сказать? В принципе, мы вот уже буквально в ближайшие дни разместим на наших сайтах, разместим на сайтах муниципальных образований телефоны горячей линии, телефоны наших исполнителей ответственных, населения. В средствах массовой информации мы напечатаем адреса инструкторских участков, их телефоны, лицами, с кем можно связаться и уточнить какие-то вопросы. То есть, если человек все-таки, несмотря на то, что он увидел переписчика, переписчик представился в чем-то, сомневается, он может позвонить непосредственно, получить непосредственно информацию. Более того, если уж гражданин совсем не хочет, чтобы к нему переписчик пришел на дом, он может прийти на инструкторский участок и дать сведения о себе, ответить на вопросы переписного листа непосредственно на инструкторском участке. Это тоже допускается порядком переписи. То есть, как бы эта проблема тоже исключена? Конечно, конечно. Если человек не хочет пускать, допустим, во двор переписчика, это тоже он, это его право. Он может на все вопросы ответить возле калитки, возле забора, там, где удобно. В праве выбирать гражданин, как ему удобно, ответить на вопросы, где удобно принять переписчика. Не один, так другой вариант. Абсолютно, да. Поэтому все это, естественно, мы разъясняем, и наши переписчики будут в курсе всех этих вопросов. В завершение нашего разговора, Валентина Федоровна, с чем бы Вы хотели обратиться к тем, кто готовит перепись и кто в ней будет непосредственно участвовать? Ну, если говорить о тех людях, которые готовят переписи, то я бы хотела, пользуясь случаем, их поблагодарить за ту большую работу, достаточно трудоемкую работу, которую они вот выполняли в рамках подготовительных мероприятий. Пожелать им успешного проведения уже непосредственно самой переписи. Желаю им, чтобы мы сработали четко, слаженно и на достаточно хорошем уровне провели это мероприятие. Что касается участников нашей переписи, непосредственно наших сельхозпроизводителей уважаемых, то я хотела бы обратиться к ним с просьбой проявить сознательность гражданскую, поучаствовать в переписи, ответить на, в принципе, несложные вопросы, которые содержатся в переписных листах. И самое основное, разъяснить очередной раз, мы делаем это постоянно, но очередной раз я бы хотела разъяснить, что органы статистики имеют обязательства по обеспечению конфиденциальности первичных данных. Зачастую респонденты как бы боятся сообщать информацию о себе, думая, что она какие-то руки попадет, другие будет использована не в их интересах и так далее. Поэтому я хочу еще раз разъяснить, что бояться здесь нечего. Мы берем обязательства, мы даем подписку о неразглашении, закон о всероссийской переписи, закон о статистике обязывает нас хранить, как говорится, вот эту конфиденциальность, конфиденциальность, обеспечивать эту конфиденциальность. Информация не попадет в третьи руки. Более того, переписной лист, в данном случае вот по населению, по гражданам, он анонимный, он не содержит ни фамилии, он не содержит адреса. Да, там система кодирования, в которой в принципе может разобраться только специалист. Поэтому гражданину бояться абсолютно нечего. Вот такие вот меры предосторожности как бы приняты, и тем более законодательством предусматривается полнейшая конфиденциальность этой информации. Поэтому я думаю, что оснований не дать правдивые ответы у наших граждан не имеется. Поэтому я еще раз обращаюсь принять активное участие в переписи, помочь нашим переписчикам выполнить эту работу. Я думаю, она на благо пойдет всем нам, потому что, ну, очень важное мероприятие, я думаю, для всех, и для органов власти, и для органов статистики, ну, и в конечном счете и для самих сельхозпроизводителей, потому что полученная информация, она будет использована и для выработки, может быть, каких-то мер поддержки сельхозпроизводителей, для развития сельского хозяйства в дальнейшем успешного, и других важных вопросов. Благодарю вас за ответы на наши вопросы. Желаю вам успехов в предстоящей нелегкой компании, Валентина Федоровна. Спасибо вам. А нашим радиослушателям напомню, мы беседовались с заместителем руководителя Карачао-Черкесского управления статистики Валентиной Крыловой. Продолжаем информационно-аналитическую программу «Ракурс» на календаре понедельник, 6 июня, в студии Рита Нерова. Несмотря на то, что в Российской Федерации изо дня в день развивается здравоохранение, в лечении пациентов используются новейшие технологии и применяются современные методы, немало людей, которым по состоянию здоровья установлена инвалидность. К сожалению, Карачао-Черкесия не исключение. Тему продолжит моя коллега Булду Байрамукова. Издавна народы Северного Кавказа славились крепким здоровьем. Основную часть населения можно было назвать старожилами. Но на сегодняшний день ситуация кардинально изменилась не в лучшую сторону. Повысилось число больных, диагноз которых разнообразен, и это лишает их трудоспособности. Немало людей с хроническими заболеваниями, хотя современная медицина обладает возможностью вылечить почти все болезни. К сожалению, наблюдается как рост инвалидности трудоспособного населения, так и детского. В чем причина этих показателей и как определяется трудоспособность пациента по новому законодательству, мы спросили у руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по Карачао-Черкесской республике Умара Хабчаева. По его словам, рост наблюдался до 2013 года, а за последние три года число жителей республики с инвалидностью немного снизилось. К примеру, в 2013 году 2902 человека имели инвалидность, а в 2014 году – 2741, в 2015 году – 2586 человек. Я скажу, что у нас по Карачао-Черкесии на сегодняшний день мы находимся в середине Северокавказского федерального округа и примерно занимаем 25-е место по Российской Федерации. Я считаю, что это нормально. В динамике у нас по годам, вот мы отчитались по трём годам, в 2013, 2014, 2015 год, в динамике по взрослым у нас идет постоянное снижение трудоспособного возраста и пенсионного возраста. У детишек он пошёл незначительный рост. Это, собственно говоря, не только у нас, но это повсеместно идёт. Но я считаю, что всё-таки детям нужно больше делать акцент для профилактики, для санации своевременной, чтобы не допускать их до инвалидности. Умар Магомедович прошёл путь от рядового врача до министра здравоохранения республики. Исходя из опыта, он, как никто другой, знает все недостатки и достижения в медицине. По его мнению, своевременно проведённая диспансеризация позволяет на ранних стадиях выявить заболевание и помочь человеку справиться с недугом, а порой и вовсе его вылечить. Что приводит к инвалидности? На сегодняшний день потеряна на несколько лет всеобщая диспансеризация, она опять реанимировалась. Это на пользу только населения, только больным, выявляет в ранних стадиях те или иные заболевания. Берётся это всё на диспансерный учёт, идёт тотальная санация, то есть это лечение. Потом идёт наблюдение по 30-й форме. Это опять-таки более углублённое лечение и диспансерное наблюдение. Там всё учитывается. По той или иной болезни, сколько раз человек должен в поликлинику обращаться, сколько раз должен быть в стационаре, санаторно-курортное лечение и другие виды реабилитации. Если всё это соблюдать, естественно, запущенных случаев по той или иной нозологии не будет. И количество инвалидов, запущенных в форму, так сказать, естественно, будет минимизировано. К сожалению, некоторые пациенты, потеряв трудоспособность, удивляются факту случившегося. По их словам, они обращались к врачам, но итог печальный. Умар Магомедович уверен, что в первую очередь человек сам виноват в том, что подкошено его здоровье. Повреждённый орган, подорванное здоровье, больше виноват сам человек. Наши люди ещё не вошли в мир ответственности за своё здоровье. Не по сезону одевается, нарушается питание, нарушается режим работы и отдыха, и так далее. Много нарушений, которые по крупицам подрывают здоровье человека. Доходят до определённого состояния, до состояния декомпенсации, и требуют они от врачей сию минуту, сию час восстановить его потерянное здоровье. Он годами его разрушал, а врач сегодня должен обладать какой-то магией и сию минуту нас восстановить. Они с трудом компенсируют. Да, сегодня очень много серьёзного, тяжёлого оборудования, так называют, допустим, это, начиная с МРТ, КТ, там, СДУГА, там много таких серьёзных аппаратов у нас на территории Республики стоит. Хорошо подготовлены врачи для диагностики и лечения. Много серьёзных препаратов на европейском уровне, и наши стандарты хорошие пошли. То есть сегодня, если человеческий фактор будет нормально срабатывать, я имею в виду две категории, это человеческий фактор врачебный, человеческий фактор самого человека. Если человек себя уважает, он должен серьёзно относиться к своему здоровью, начиная от питания, режима отдыха и работы. Помимо человеческого фактора больного и человеческого фактора врача есть множество обстоятельств, в результате которых по факту назначается инвалидность. Умар Хабчаев озвучил лишь некоторые из них. Разъёмная патология, близкие связи, раз, потом тоже детский церебральный паралич и другие патологии нервной системы, потом переходящие плавно в психиатрию, это нерациональное акушерское пособие в период родов. Сегодня наблюдать в шребе матери, проводить мониторинг плода, всё есть в здравоохранении. С улицы взяли женщину, тяжёлую, киселят, и ребёнок получает тут же родовую травму и так далее. Затяжные роды, они тоже, инфицирование плода идёт околоплодными водами, рожает женщина в родильнице, а там уже зелёные воды. Пожалуй, это всё раннее поражение нервной системы у ребёнка, и он в итоге становится инвалидом. Да, сейчас ссылку делают на маловесных детей, потому что раньше там 500 грамм ребёнок, он не жилец был, сегодня он жилец. Даже элементарный пупочек, не санированный ворами, это начало инфекции сепсиса у ребёнка новорожденного. В последнее время инвалидность определяется по новым критериям. Хабчаев подробно рассказал, по каким и в чём суть изданного на федеральном уровне указе. Был у нас до этого приказ 664Н, взамен ему пришёл 1024Н приказ. Суть его в том, что определяет процент утрат трудоспособности. Как бы более дифференцированный подход. Пресса заговорила об этом приказе, кто-то видит несостоятельность, кто-то видит жёсткость в этом приказе. Там более конкретно. Вообще медицина сама по себе наука неточная. Многие считают, что врачам-экспертам в системе МС дано много люфта, скажем. Вот в каком-то большом диапазоне они могут принять то или иное решение. А этот как бы нас загоняет в более правовое поле. Более конкретизирует нашу работу. Это идёт нам в помощь и более ответственно мы подходим, то есть уже более точно. И больному более понятно. Да, вот когда уже определяются проценты, может больным и не нравится, что его здоровье определяет ограничение жизнедеятельности в процентах ещё. Раньше было более такое расплучато, морфно скажем, а сейчас более конкретно. Я вот делал на днях анализ. Где-то 250 человек мы в год отказываем в определении инвалидности. Это о чём говорит? Это говорит о том, что направляющие учреждения специалисты или злоупотребляют, или по незнаниям направляют людей, которые болеют, но нет показаний для признания их инвалидом той или иной группы. Больше отказываем лицам в трудоспособном возрасте, меньше людям пожилого возраста, пенсионного возраста. Конечно же, нововведения не всем понятны. Умар Хабчаев пояснил на примере диагноза сердечно-сосудистой системы. Есть серьёзная, допустим, патология сердечно-сосудистой системы. Больной имеет, допустим, нарушение функции коронарных сосудов. Там много причин. Одна из причин это атеросклероза. Опять-таки, ненормальная питание, ненормальный образ жизни, который привёл вот к этому. Больному по высоким технологиям, затратами государства восстанавливается кровоток коронарной системы. Сейчас это стентирование называется, типа пружинок наводится через сосуды незаконечности. А в более тяжёлых случаях проводится аорта коронарного шунтирования. В том или ином случае здоровье человека значительно улучшается. И мы первый год определяем группу инвалидности, третью, наперёд восстановления. А со следующего года мы можем полностью реабилитировать. Естественно, государство считает свои деньги и нас на это нацеливает. по словам главного эксперта медико-социальной экспертизы, согласно новому законодательству о назначении инвалидности, могут сначала назначить инвалидность на один срок, а если после интенсивного лечения пациента болезнь не отступает, то инвалидность будет пожизненной. Рак, допустим, если серьёзная форма рака и распространённая с первичного очага, в виде метастаза есть, нет, много критериев оценки, бывает, сразу даём первую группу и бессрочно, бывает, мы даём на два года, бывает, даём на один год, всё зависит от того, какие клетки сидят в каком органе и насколько имеет место быть ограничение жизнедеятельности, зависит от этого. И в основе этого всё закладывается такой термин «реабилитационный потенциал». Вот назначили ИПР, индивидуальную программу реабилитации на каждого, и следом может быть технический средство реабилитации. Если это всё работает и больной постепенно реабилитируется, мы его держим. Если реабилитационный потенциал, мы тогда его отправляем на бессрос, потому что с этим человеком уже работать смысла нет. Медицина ничего не может поправить. И люди зачастую всего этого не понимают. Оттуда идут трения. Несомненно, для каждого человека, утратившего трудоспособность, приходится очень трудно, как материально, так и морально. Государство запланировано и оказывается помощь всем, кто потерял здоровье и нуждается в посторонней помощи. Во-первых, человек становится федеральным льготником. По разным заболеваниям есть федеральный сегмент обеспеченный лекарственным средством, есть региональный сегмент. 890-ое постановление, согласно этого постановления, есть ответственность регионов финансировать больного независимо от того, он имеет группы инвалидности или просто больной. Понятно, в регионах средств значительно меньше, чем в федеральном бюджете. Это кроме республик доноров, допустим, или краев областей доноров. А их же мало, а остальные как бы дотационные являются. В мою бытность в здравоохранении имели мы здесь ответственный склад и федеральные деньги мы не получали, мы получали живым продуктом. А здесь же мы обеспечивали свой сегмент по мере наличия тех или иных я имею в объеме средств. Пенсии закладывается, социальный сегмент. Это заложено в санаторно-курортной лечении, и человек имеет право на эту составляющую приобретать те средства, которые находятся в реестре, а бывает они отказываются от этого сегмента социальной составляющей, а исполнительная власть законодательная, и его тоже должна обеспечивать. При проверке бывают случаи, что поставленный диагноз врачом не соответствует фактическому диагнозу инвалида, хотя они соответствуют степени инвалидности. Это чаще встречается у детей в возрасте до 18 лет. У нас инвалидность по той или иной нозологии совпадает с показателями российскими, но не всегда совпадает с заболеванием по нашей республике. В частности, по детской психиатрии не совпадает, но это мы считаем, что на каком-то этапе злоупотребляют неврологии. Родители не хотят показать, что ребенок болен психическим заболеванием до каких-то пор он уйдет как в неврологический больной, потом уже истинно вскрыть не могут и получать расхождение у нас с здравоохранением. А так в целом совпадают. За плечами руководителя Главного бюро медика социальной экспертизы Умара Магомедовича несколько десятков лет работы в системе здравоохранения. Исходя из личного опыта, он уверен, что все врачи должны работать сообща, вместе искать пути правильного лечения, используя все новейшие технологии и медицинскую аппаратуру. Это особенно важно, когда решается дальнейшая судьба пациента. В этой связи мы обязаны друг с другом взаимодействовать. Мы должны показывать рост по той или иной нозологии по инвалидности, сопоставить ростом заболеваний по здравоохранению и проводить вот такую работу. Проводим тематические занятия. Вот у нас проявляются новые приказы, новые законы или правила признания инвалида. Мы обязательно это доводим до сведения тех врачей, которые работают в комиссиях, которые направляют к нам по 8-й форме получателей госуслуг. Без этого они не смогут работать, потому что как минимум они должны знать все законодательные акты и нормативы правилов признания человека инвалидом, чтобы со знанием дела направлять. По словам опытного врача Умара Хапчева, в последние годы медицина развивается семимильными шагами и что это дает возможность своевременно вылечить заболевания. Он призвал население следить за своим здоровьем, вести здоровый образ жизни и заниматься физической культурой. на этом информационно-аналитическая программа «Ракурс» радио Карачаева Черкесии подошла к концу. Над ее выпуском работали журналисты службы информации, звукорежиссер и оператор монтажа Мурат Аджиев. В судье была Рита Нерова. Мы с вами прощаемся. Желаем доброго дня и хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова